Всем привет, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы приехали в центр города Спартенбурга. С вами я, Вера, наш риэлтер Оля. Привет, Оля. Расскажи нам, пожалуйста, об этом потрясающем доме. Добрый день всем, кто нас смотрит. Сегодня, как я рассказала, мы находимся в Спартенбурге. И для тех, кто только начал нас смотреть и думает о переезде в Южную Каролину, Спартенбург, город достаточно немаленький. Здесь приблизительно 38 тысяч населения. Это в два раза меньше, чем Гринвилл по размеру. Город находится относительно недалеко от океана. Три с половиной часа, и вы уже в Чарлстоне. Этот дом стоит 699 тысяч по размеру 2000 квадратных футов. В нем 4 спальни и 4,5 ванная. Цена немаленькая, но это обоснованное местоположение. Дом находится в центре Спартенбурга. Ну что, пойдемте смотреть? Идемте. Очень красивые дома, кстати. Видно, что дорогие, такие прям с колоннами. Идем. Так. Сразу мы натыкаемся в лестницу. Наша любименькая. Так, что у нас при входе? И в ходе у нас зал. Много окон. Такой совмещенный зал с breakfast area и сразу с кухней. Сразу открытая планировка, как сейчас часто бывает. Застройщик старается максимально использовать все пространство. И здесь специально поставили мебель, сделали стейджинг, потому что так проще представить объемы, размер самого дома. Потому что без мебели часто кажется, что дом на самом деле, потому что он меньше, чем есть на самом деле. Но высокие потолки, как видишь. Свет мы еще с тобой здесь не выключили, но тем не менее не темно. Давай посмотрим. Да, здесь очень много окон, прям необычно. Все его смотрят, это такой темный пол. Это паркет, наверное. Выглядит здесь как ламинат. Да. Широкий. Но паркет, да? Здесь дерево, я не знаю. Да, здесь дерево однозначно, не LVP. Рабочая поверхность, это у нас кварц. Шкафчики. Смотри, интересно, встроенная духовочка. Что такое? За духовку? Не видели еще с тобой. Ты не знаешь, что это за застройщик? Застройщик нет. Наверное, какой-то частный. Небольшие, да? Очень, да, известно. Шкафчики, на самом деле, за 700 тысяч хотелось бы дороже. Но для тебя постарались довольчики поставить. Ну да, так я знаю, как будто это неделя... Ну, что-то... Нет, это прессованное... Курео. Вытяжка. Вытяжка. Будем меняться на улице, все-таки выходит данная. Здесь это внешняя стена, неплохо сочетается темно и со светлыми цветами. Как она находится на айленде? Мне кажется, с учетом всей мебели, которая здесь стоит, немножко тесно. Как тебе? Нет, вот интересная планировка. Ни зал, ни прихожая. Наверное, ожидание за счет цены. Да, да, да. Немножко... Такую цену. Давайте смотреть дальше. Может быть, нас что-то удивит. Найдем там покруче за такие цены. Давай пойдем посмотрим, кладовочка у нас есть. Так, здесь вещи вешать. Зона. Тут кладовка, пенча, большая. Давай включать цвет. Хорошо. У нас иногда такие гардеробы, да? Ты с языком у меня сняла, хотела сказать про гардероб. Да. А там еще у нас... Здесь какой скрепфит? 2000? Нет, 3000. Я сказала в начале видео 2, здесь 3000 квадратных футов. Это у нас комнаты, где... Стиральная машина и сушилки. Ты хорошо сказала, что комната. Комната. Такой размер этот кровать можно поставить. Сушилка шкафчиков мы с тобой еще не видели, да? Да, молодец. Даже здесь доводчики. Представляете? Здесь это комната, где зачастую агенты показывают материалы. Такое у застройщиков часто бывает, где есть образцы материалов, которые застройщики используют. А в целом, как использовать эту комнату? Как использовать? Она будет в планировке, интересно? Я думаю, будет она в планировке. Как спортзал. Давай, как спортзал. Пусть будет спортзал. Было бы помещение, как его использовать, это уже, знаете ли, не велика проблема. Так, большое окно. Сейчас мы посмотрим материалы, предлагающиеся. Так, это плитка, да? Да, это blackback slash, как раз бывает. Так, обращайтесь. А, вот, к Ольге. Она вас соединит с застройщиком. Я не знаю, если это застройщик или это кто-то, кто плитки эти делает. Нам все расскажет. Адрес даст. Так, это гранит. Ну, в общем, есть опции, можно выбрать, если что-то не нравится вам, как у Артс. Или нравится, или не нравится, можно поменять. Наверное, это застройщик, не знаю. Нет. Ну что, пойдем дальше, что ли? Пойдем. Так, ну что, пойдем вниз или наверх? Давай наверх. Давай наверх. Пусть традиции будет вниз, пойдем сюда. По традиции. По традиции, да. Так, ну что, тут уже спальня. Спальня, давай смотреть. Я думала, опять будет сейчас лестница вниз. Слушай, как хорошо иногда пройтись по новому дому, да? Приятно, да? После. После. Наших приключений. Да? Здесь приседал от подвала, теперь будет немножечко странное ощущение. Не знаю, если вышел этот дом, ребята, или нет, но там будет один домик мексиканский. Неоднозначные эмоции вызвал. Судите сами. Так, здесь ванна. Ой, туалет. Это у нас половинка, да? В этом доме четыре ванны и половинка, да? Какой интересный цвет пола, как волна. Как полна, дуб. Дуб? Да, на дуб похож. Красивый цвет. Необычный. Я не любитель темного цвета, но вот этот выглядит так. Смотрится хорошо, да? Окно огромное, смотри. И окна. Светлая спальня, мастер. Высокие потолки, как уже говорили. Вот по размеру. Стоит и больше, но неплохой размер. Знаешь, в дешевых домах я еще плюсы. Да. А в дорогих домах я еще минусы, потому что, ну, цена, а здесь, извините, за что платить деньги. Здесь, да, местоположение, как ни печально, иногда дом, кажется, не стоит своих денег, но местоположение часто определяет цены. Поэтому здесь посмотри, насколько большой душ. Хороший материал. Цекло хорошее. Вообще, представьте, что я Олей клиент. А вдруг, да, вдруг меня Оля дома найдет, представляете? Найдем. Тебе наследство достанется. Тебе не повезло с клиентом, конечно. Клиент у тебя слишком, так сказать, приборчивый. Приборчивый. Так что... Значит, мне не привыкать. Максимальное количество домов, которые я показывала одним клиентом, наверное, 40. Не показывала. Показывала, да, показывала. Мы посмотрели 40 домов с ними. Вот, собственно, они были тоже очень пики. Но мы нашли им дом. Поэтому, знаешь, даже если тратишь на дом 200 тысяч, здесь, кажется, здесь 700, там 200-200 почти даром. Вот. Все равно хочется, чтобы честно заработанные деньги, вот, они были вложены с умом. Поэтому, если люди хотят смотреть 50 домов, мы будем искать дом, который нравится. Да, работы много у тебя. Что выбираем в вере дома? Так, гардероб. Оля, тебе хватит. Не хватит. У тебя больше хочешь? У меня больше. Дирхор там делает больше? Опа. 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 Да? Так вот. Здесь скромные. У меня даже половина этого никогда не было. Я споил. Ты с гардеробом, а я с чем споил? Знаю. Ну, я бы сенька больше. Хорошо. Мне нравятся эти полочки, когда они есть вверх. Особенно новенькие полочки смотрятся. Неплохо иметь полочки. Со временем, когда им до дома уже, когда ему будет 15-20 лет, полочки, конечно, лучше будет заменить. Ну что, идем дальше? Идем. Так, на полу у нас тоже плитка. Наверное, как и там душ. Светлая. Светлый дом в целом. Ну, это хорошо смотрится с мебелью дома. Сразу верен, не к чему прицепиться. Мебель рассматривает. Молдинге. Светлая. Как бы люстру сюда в ветряк. Ну что, пойдем дальше? Это была первая спальня. Мастер-бедром, да? Похоже на мастер. Так, из мастер-бедрома мы попадаем на второй этаж. Попадаем, идем. Идем на второй этаж, да? Здесь у нас лестница широкая. Посмотри, такое редко случается, да? Когда можно диван проносить смело со входной двери на второй этаж. Здесь двери все закрыты. Давай заходить и проверять. Кирилла красивая. Ой. Так, здесь у нас получается раз комната, два комната, фандри и еще много-много-много-много. Много дверей. Много комнат. У меня глазок взялся. Пойдем, начнем. Влево идем, как всегда, да? Или это право? Да у нас право. Право-право. Что? Здесь у нас есть ванная в этой комнате. Да, ванна. Прям не просто туалет. Здесь все остальные у нас остались ванной. Мы половинку видели внизу. На первом этаже все остальные здесь ванны. Хорошо иметь отдельно свою ванную. Это точно. Много окон. Гардероб. А, кстати, насчет цены. Мы же находимся в центре города, Дондауна, в Клата-Моргах. Так что тоже локация определяет цену. Мы уже об этом с вами говорили. Ну, идем дальше. Так, кладовка. Ты это не показывала дальше. Мы будем ходить под нос. Покажем еще раз. Так, кладовка. И еще раз покажем. Классно смотреть. Здесь в каждой комнате ванная. Вот это уже необычная. Необычная, да. Комната. Такая же, наверное. Даже чуть меньше. Как будто будет в циркальном напряжении. Ну, круто. У каждого ребенка тут и лежится. Классно. Своя ванна. Такого я, наверное, не знаю. Можно хорошо сдавать. Я думаю, тот, кто покупает за 700 тысяч, его не сдает. Ну, да. Там уже люди наслаждаются жизнью. В центре города. Да. Так, наверное, газировка будет больше. Идем дальше. Так. Ну, что, по порядку у нас. Подожди, у нас на первом этаже была ландри. И на втором. Да, да, да. Была. Помнишь, сколько шкафчиков там было? А, это в этом доме? Да, это в этом доме. Он не настолько большой. Чтобы вы понимали, у нас съемки между домами, они... Пять минут, как бы, перерыв. Так что мы один сняли, через пять минут, и все, следующий. Так что у меня все дома, они... Смешались. Сегодня у нас большое количество необычных домов? Угу. С квадратными раковыми. Да. Да. Хорошо. Открывай нам дальше двери. Так, пойдем дальше. Я думаю, будет еще две спальни и клазер. Ну, точно такая же. Но уже без туалета. Плохо. Плохо. Балованные. Так, уже будем заходить в комнату. Ванной нету. Что это за цены? Вид покажи со второго этажа, что у нас за вид. Представляешь, какой здесь окон. Он, кажется, кстати, очень-очень-очень большим. И высоким. А, ну тут три этажа получается. О. Этот дом тоже, наверное, не похожий. 11 строщиков строят. Видите, сколько окон. Бейсмент. Отдельно гараж. Так, мы, главное, перешли на обзор следующего дома. Нет, этот обозревать не буду. Хорошо, гардероб уже не буду показывать. Он, наверное, такой же. Так, тут, я думаю, будет какой-то класс. А, нет, похоже на комнату. Если внутри открывается. Ванная. А, ванная. Ну, там нету в комнате ванной, но уже здесь есть. Здесь два умывальника есть. А, вот в пластике или... Клитка. За 700 тысяч поставили в клитку. Плюс. Ставим галочку. Ну что, пойдем в последнюю спальню, смотри. Здесь у застройщика осталась мебель, и не решили поставить мебель на втором этаж-клавной комнате. Кстати, мне не нравится этот ковер. Он как-то выглядит... Не к месту. Ковер именно ковер? Или вот это? Не, это это окей. Ковер, кстати, кубиками, ой, кубиками, квадратиками. Выглядит как-то неуютно. Мне кажется, в сеточку он такой. Ну, это на самом деле, опять же, дорогой ковер. Дело на любителя. Вот. Застройщик здесь не экономил, но, как ты говоришь, не всем нравится об этом. Ну, ну, не к чему приколепаться. Ну, ты решила хоть к чему-нибудь, да? Ну, что такое? Вот столик красивый. Недорогой, но вот красивый. Мне лучше недорого, но красиво, чем дорого, но некрасиво. Хотя это тоже на любителя. Я уже... Кусовщину, знаете. Комнатка. Какая уже? Шестая, наверное, у этого комнаты. Четыре комнаты у нас всего. А на первом этаже? Там мы тоже какие-то комнаты смотрели. Одна комната, одна. Пять. У нас какие-то проблемы с подсчетом комнат. Подожди. Это верно. В том, где было десять комнат, мы даже посчитать не могли. Четыре комнаты. У меня написано четыре. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Лере не зачет. Лера написала четыре, а там пять получит. На первом этаже? У нас же еще там бейсмут. Да. Но мы не знаем, там закончено или не закончено. Не я писала. Лере двойка. Лера – это помощница. Ольге. Я пока еще не доросла до помощников. Если кто-то умеет делать изделия из апопсидной смолы, пишите. Поговорим. Принимаю на работу. Ладно, шучу. Так, значит, да, здесь была спальня. Ольга, не шумите каблуками. Извини, подожди, сейчас спущусь тогда. Летать я не умею. Самолет оставила дома. Не умеешь. Кстати, расскажи. Расскажи, ты у меня сейчас с вами пока ехали, рассказала историю, оказывается, Оля летает сама на самолете. Ни с инструктором, ни просто там, просто сидит. Летает сама вообще. Я представить не могу. Сколько ты часов уже налетала? 42. 42. И летала сама. Сама, соло. На самолете. Чуть не это. Чуть не это. Долеталась. Да, был случай, не очень приятный, но самолет это всегда риск. Говорят, самолеты не часто разбиваются, но... Ты эту статистику не увеличиваешь? Нет, нет, не стремлюсь. Но на самом деле очень интересное хобби. Это у меня было только хобби, потому что те, кто занимается, занимается, летает на самолетах и делает регулярный, серьезный. Если ты раз в месяц не летаешь, то тебе со временем нужно подтверждать свою квалификацию. Нельзя как машину поставить на полгода и потом снова сесть и полететь. Так не получится. А тебе можно летать с пассажирами? Мне пока... Нет, пока у меня еще в процессе. Когда ты лицензию получаешь уже окончательно, если у тебя лицензия, тогда можно. Сейчас пока еще нет, нельзя. Сама я могу лететь. Ну, это круто. Слушайте, я каждый раз про улицу эту новую знаю. Мы так многого о тебе не знаем. Ну, будем понемножку делиться. Хорошо. В конце концов, может, я и гардероб покажу. Так, ну что, пойдем. Где ты здесь? Так, мы не туда пошли. Слышь, слышь, слышь. Так, было в однокомнату, да? Подожди, там бейсмент. Да. Здесь однокомната, да. Подожди, я вот о доме, наверное. Тут написано тоже четыре комнаты, смотри. Так, что это за недоработки? А мы пять насчитали. Зачеркни и напиши пять. Мы сейчас еще в бейсменте комнаты. Так что, Лера, не виновата. Ну да, мы сейчас еще комнаты можем, я уверена. Так, ну что, пойдемте? Если считать еще огромную ландри, как комнату. Ага, здесь выход никакой не на бейсмент. Это на... Давай выйдем. Давай выйдем. Предлагаю выйти, мы выйдем. Может, там вход в гараж? Сейчас. Ой. Ой. Слушай, я как-то не хочу сегодня не ходить. И цукей, это дом новый, и цукей. А тут все будет хорошо. Ой, я же говорю, будет вход в гараж. Значит, сюда с продуктами приезжаете, берете тяжелые стульки и на лесенку, пожалуйста, вверх. Два пролета. Ну, знаешь что? Когда я, помню, жила в Минске, у меня была квартира на четвертом этаже. Машины нет там ни у кого практически в наших снах. Ну, я шучу, конечно, там вообще не есть. Но машины у меня не было в 20 лет. И я... Идешь в магазин, покупаешь картошечку, пакетики в двух руках и на четвертый этаж. Поэтому мы тут уже разбалованы. Разбалованы. К хорошему привыкаешь быстро, правильно? Угу. Ну, что, проверим, что там за дверька. Вон там. Правее. Ну, тиба. Все, мы такие перешубленные. Ого. Так. Подожди. Что, я себе не свернуть здесь на каблуках? Света здесь я не вижу. Вот. Но это бейсмен, да? Не бейсмен, а кроллспейс. Ну, что ты убегаешь сразу, не бойся. Вот, слушай, тут нормально, знаешь, нет никаких лишних ощущений. Подумаешь, помещение. Помещение. Да. У меня тут дом не забуду никогда. Значит, это просто такой кроллспейс, да? Это же он? Это кроллспейс, да. Сегодня мы даже вошли в кроллспейс. И у меня еще над головой столько места осталось, еще пару метров. Ну, его никак, наверное, особо не используешь. Ну, так, поставить какие-то лопаты. Здесь. Да? Ну, он так сделан, потому что, смотрите, какой склон. Да, дом на склоне. Мы, кстати, еще не показали территорию. Все. Хватит. У нас сегодня лазань. Ёлай. Я работаю. Я работаю. Пока Ольга работает. Пойдемте смотреть, что там на улице. Ага. Ну, как я и говорила, территорий нет. Территория вся ушла. Склон. Это больше как таунхаус, да? Здесь ощущение по пространству в дворике не складывается, что это дом. Так, мы хотим показать вам дом, так сказать, снаружи. Он просто огромный. Ну, да, тут три этажа. Здесь один юнит. Я надеюсь, есть еще один, потому что одного точно не хватит. Как Оля сказала, один юнит покрывает 2000 скверфит. Так, здесь сильный склон. Оля тут на каблуках никак не пройдет. Так, тут выходят какие-то коммуникации или это... А, это остатки. Кстати, мы пропустили как-то вот этот порчик. Здесь склон. Территории здесь нет абсолютно. Ну, как я уже всегда говорю, не каждому это нужно. Мне, например, не нужно территории, потому что на данный момент, где живут там акр земли, нужно красить. Чуть ли не каждую неделю. Когда уже лето, ой, не лето, осень уже, слава богу, трава не растет, уже не нужно красить, но вот лето, это ужас. Так, гараж находится вот так сбоку, и это не очень удобно вот так заезжать в машину. Спасибо. Оля? Только что знакомому отправила. Сейчас я тебе там, кто нас смотрит регулярно по поводу того дома, который у нас жуткие ощущения были. Он мне напомни, говорит, напомни мне, когда мы встретимся, я расскажу тебе историю, но очень жуткая история у меня до сих пор мурашки. О, кожа. Кошмар. Не плачь, не плачь. Самолеты, самолеты, а тут всякие истории в подвалах происходят. Ой, ребят, ну тут дом, я не знаю, это просто... Мы чуть отошли от него, если честно. Ладно, представляете, вот в таком большом доме один юнит. Что? Да. Один юнит, и не нашла больше? Угу. Но мощность, я не знаю, какая мощность, это нужно общаться, выяснять. Он не маленький, но я думаю, ты права. Не могла, что мы пропускать. Так, смотри, по поводу сайдинга, да, здесь дом не дешевый, но сайдинг, я не знаю, что это за сайдинг. Это не харди-борд, это не обычный пластик. Материал, не знаю, на дерево какое-то похож, я не знаю, прессованное что-то, не знаю. Ну что ж, хорошо. Необычный. Будем заканчивать этот обзор, потому что у нас тут помощники по звуку. Вот. Кого интересует эта недвижимость, этот дом, обращайтесь к Ольге. Вот, пишите ваши комментарии. Пишите лайки. Пока спрячусь. Ну что ж, спасибо этому дому, мы поедем к другому. Всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...